Есть мнение, что в первую неделю января в мире ничего не происходит, но это не так. У нас тут стратегический альянс десятилетия, новый Jeep Grand Cherokee, старая Micro и очередной Geely Volvo. Здесь неделя на колесах, с вами Катя. Поехали! Помните странную традицию Hyundai называть машины буквой I с индексом? I30, I40 и так далее. Выглядело это как унылое подражание айфону. Теперь, кажется, можно будет пользоваться этой формулой совершенно законно. Apple заключает с Hyundai стратегический альянс. Если быть совсем точными, то бумаги пока не подписаны, но принципиальное решение принято. Пресловутый iCar будет, разумеется, электрическим и появится не ранее 2024 года, а скорее вообще 2027. Но, несмотря на явную отдаленность перспективы, акции Hyundai уже подорожали почти на 20%. Но есть и реальные премьеры. Jeep показал новый Grand Cherokee поколение WL. Предыдущая модель WK2 выпускалась, кажется, вообще всегда, а на самом деле с 2010 года. И, что интересно, высокий спрос в США на нее сохранялся даже в последний год. Старый Grand Cherokee – это эхо давно почившего в Бозе альянса Daimler Chrysler. Еще до того, как Союз развалился, конструкторы успели приспособить шасси от Мерседеса М-класса W166. Теперь марка G принадлежит FCA. А весной пойдет в мега-концерн Stellantis. Платформа, соответственно, итальянская. Ближайший родственник – это Alfa Romeo Stelvio. Моторы бензиновые, атмосферные V6 и V8. При этом обещают и понижайку, и самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту, и пневмоподвеску с возможностью увеличить клиренс до 277 мм. И, что особенно важно для американских клиентов, будет трехрядная версия, которой у прошлого поколения не было. Что ж, 2021 хотя бы в плане премьер пока не разочаровывает. И если Grand Cherokee 2010 года уходит на пенсию, то Nissan Micro K13 той же свежести остается в строю после рестайлинга. Nissan решил не снимать с производства порядком устаревшую модель, сейчас продающуюся в Японии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Во всяком случае, в инстаграм-аккаунте Car Secrets выложили кадры со съемок новой видеорекламы этой модели. По слухам, обновление чисто косметическое, и вся старая техника тоже на месте. И атмосферники, и даже четырехступенчатый автомат. Что ж, от коронавируса экономики по всему миру не стало легче. Так что спрос на недорогие, пусть и слегка отсталые машинки, будет наверняка высоким. Geely расширяет гамму моделей на платформе CMA от Volvo. В дополнение к известному у нас кросс-купету Geely и неизвестному седану Preface, будет еще и обычный кроссовер. Пока что он носит безликий индекс KX11. Как видно на шпионских фотографиях, внешне это довольно беззастенчивая копипаста с Volvo XC40, с вогнутой решеткой радиатора. Зато внутри есть кое-что необычное. Гигантский экран через всю переднюю панель. Так что даже у переднего пассажира есть свой сектор. По технике все предсказуемо. Скорее всего будет вольвовский двухлитровый турбомотор на 190 сил и семиступенчатый робот. Живые машины ждем к шанхайскому автосалону в апреле. А старт продаж ближе к концу года. А, к нашим публикациям. Михаил Баландин разобрал два типичных кейса, знакомых каждому. Свист из-под капота и биение руля. Свистит далеко не обязательно ремень. Да и причин для дорожи руля гораздо больше, чем один только дисбаланс. Андрей Чепелев поделился опытом владения редки в наших широтах BMW Z4 в открытом кузове Roadster. Как выяснилось, конструкция привода крыши крайне противоречивая. Рулежка странная, а салон отделан пластмассой от киндер-сюрприза. Евгений Балабас прокатился на еще более редком американском купе Pontiac Catalina. Купленном за смешные 2000 долларов, а затем доведенного до ума уже в России. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материалы вы, как обычно, найдете под видео на ютубе. С вами была неделя на колесах и Катя. Надеюсь, ваш год начался позитивно. Ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...